Первый вопрос инспектора, как самочувствие, звучит для того, чтобы выявить, в каком состоянии водитель. Речь идет не только о тех, кто управляет машиной под градусом или кайфом. Режим труда и отдыха обязан соблюдать каждый дальнобойщик. Для этого существует специальный прибор, тахограф, который должен быть всегда в исправном состоянии и показывать, в каком режиме движется автомобиль. Дмитрий Ульянов везет непродовольственный груз из Тольятти. Все документы в порядке, тягач и прицеп в хорошем состоянии. Самочувствие водителя бодрое. По идее, это работа. Проверяют всегда. Везу груз, водильную доску, сушил. Где-то 20 тонн может везти. А сейчас сколько? Сейчас тонн 7-6. Все дороги ведут в Самару через посты ГИБДД. Машины, которые визуально вызывают подозрения, подвергаются тщательной проверке. Тем не менее, даже в таких условиях ДТП не исключены. За 20-й год по вине водителей грузовиков допущено более 30 происшествий. Пострадали 36 человек. С начала нового года рейды усилены, нарушений стали выявлять больше. Наличие технических неисправностей такие, как на одну ось установлена резина разных моделей, либо рисунка протектора шин. Ошипована, не ошипована резина. Отсутствуют гайки, либо болты на спицах колес. Вот такие явные, которые не могут, скажем так, непосредственно привлечь к совершению дорожественного происшествия. Также инспекторы строго следят за тем, как водители грузовиков соблюдают правила дорожного движения, перестраиваются, держат дистанцию и очередность проезда. Все-таки от их поведения зависит не только дорожная ситуация, но и безопасность, причем в прямо пропорциональной зависимости от массы автомобиля. Олег Зверев, Константин Головин. События. Константин Головин.